Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. Сегодня с вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. О чем мы поговорим? Осень – это пора сбора даров природы. И одна из таких даров природы – это наш сад. Сад нас щедро одаривает яблоками и щедро одаривает грушами. Что влияет на сохранность плодов? Как продлить срок их жизни в лёжке, чтобы они дольше были пригодны для употребления в пищу? Давайте мы поговорим обо всех нюансах уборки яблок и груш и, соответственно, о том, как их сохранить как можно дольше. Что необходимо помнить? Что на сохранность любой культуры очень большого влияния оказывают погодные условия. Поэтому, если плоды собраны в сухие в солнечную погоду, они хранятся лучше, чем то, что собрано, когда погода сырая и холодная. Знаете этот нюанс. Следующий нюанс, что необходимо помнить. Значит, срок лёжки любых фруктов хранения определяется сортом. Ранние сорта, яблок, например, лежат в лёжке до трёх недель. Груш только до двух недель могут лежать. Осенние сорта уже срок лёжки увеличивается. Груш до трёх недель, а яблок до трёх недель. То есть, осенние сорта яблок могут храниться месяц. Ну и, конечно, самая долгая лёжкость у зимних сортов. Сорта зимние отличаются, конечно, по сроку созревания. Есть ранне-зимние, средне-зимние и поздне-зимние. Соответственно, срок хранения фруктов будет совершенно различный. Если ранне-зимние сорта могут сохраниться где-то до двух месяцев, то поздне-зимние сорта могут пролежать и пять, и шесть месяцев. То есть, практически до самого цветения нового урожая можно кушать свежие плоды, которые вырастут в вашем саду. Что необходимо помнить? Что, кроме погоды, сорта, ещё влияет? Самое важное, значит, что мы свои плоды больше всего травмируем, когда мы их собираем. Когда мы собираем плоды, значит, мы не всегда правильно собираем. Потому что, чтобы правильно собрать плод яблони или груши, необходимо не тянуть его к себе, а просто аккуратно пальцами надавливать на плодоножку. Вот обхватили яблочко, на плодоножку надавили, она открутилась, наш плод уже готов к съему. Ну и дальше. Самое главное, как определить время съема, что наши уже фрукты готовы к хранению. Помните, что и яблоки, и груши в лёжке могут дозариваться. Поэтому, для того, чтобы они дольше сохранялись, их собирают слегка зелёными. Самый простой способ определения пригодности, что плоды уже наши готовы к съему, что это появление падалицы. Чем больше становятся падалицы, и тем более крупных размеров наши плоды созрели. Ну, для того, чтобы не ошибиться, мы берем наш любой плод, разразаим ножом наполовину и смотрим на состояние семян. Окраска семян наполовину или на три четверти говорит о том, что этот уже фрукт уже готов к съему. Его надо снимать. Ну, некоторые, конечно, делают большую ошибку. Как бы ждут, чтобы яблоко дозрело полностью на дереве. Так вот, знайте, что яблоки, которые были собраны, немного зеленоватые, они дозариваются, и хранятся почти в полтора-два раза дольше, чем те яблоки, которые дозрели на дереве. То есть яблоки, дозрившие на дереве, лёжки очень быстро перезаривают, и, конечно, это начинает портиться. Ну вот, сняли мы плоды. Мы плоды сняли правильно. Когда снимать плоды? Это тоже важный нюанс, не все о нём помнят. Чтобы плоды хорошо хранились, они должны быть охлаждённые. Поэтому плоды лучше всего снимать в утренние часы. В утренние часы роса спадает, и мы снимаем плоды, когда температура воздуха гораздо ниже. Если мы снимаем в вечерние часы, наши плоды должны провести ночь на улице, чтобы они охладились, чтобы они подготовились к хранению. Почему? Потому что при хранении температуры будут гораздо ниже тех температур, которые были у нас на улице. Далее, ну вот, собрали плоды, мы уже начинаем закладывать на хранение. Что мы закладываем? Ну, сейчас есть ящики, есть деревянные ящики, есть пластмассовые ящики. Суть не в этом. Вот, любой ящик, самое главное, значит, что об этом очень многие забывают, надо переселать газетой. Дно ящика заселываем газетой и укладываем плоды. Ну, вот тоже интересное наблюдение, как укладывают плоды. Значит, плоды дольше будут сохраняться, если они положены вот этой плодоножечкой вниз. Круглые сорта яблок и игрушки, которые в более круглую форму, плодоножечкой вниз хранятся дольше, чем те положены, как попало. Это раз. А вот сорта удлиненной формы, типа синапа, типа беру, которые более длинные, они лучше хранятся, если положены на бочок. Положили слой плодов, опять переселиваем газеткой, ложим в следующий слой. Что это дает? Значит, если появляется конденсат, а плоды дышат, они живые, они пока хранят, дозариваются, они дышат. Значит, конденсат впитывается газетой, но до следующего плода он не доходит. То есть микроклимат гораздо лучше. Ну, в больших производствах, что еще применяли чаще, в старину? Применяли стружку. Шла стружка, но только лиственных пород. Потому что хвойные породы придавали плодам, как бы смолистый привкус, что очень нежелательно. Хвойные породы им перестелали, рат ложили, перестелали стружечкой, ложили опять плоды, опять стружечкой. Ну, также хранили в верховом торфе. Торф это вам знакомый. Также плоды ложили, переславили верховым торфом, и в следующий рат ложили плодов. Ну, и очень часто наши предки делали, и вы можете это сделать, где-то на чердаке ложили солому, и в один стой укладывали плоды, засыпали сверху соломой. Такая теплоизоляция, значит, как бы не давала повышаться риска температуры, вот, и плоды сохранялись хорошо. Но перед тем, когда заложили плоды на хранение, помните, что плоды могут повреждаться. Может быть горка, ямчатость, что они горкие будут, такие точечки, нещедобные. Поэтому наши плоды мы уже можем продезинфицировать. Ну, самое простое, что мы можем продезинфицировать, это купить в аптеке хлористый кальций. Хлористый кальций, из расчета 4-х процентный раствор хлористого кальция сделали на 10 литров воды. То есть 40 грамм на 10 литров воды. Вот, и наши плоды на 15 минут окунаем в этот раствор. Ну, эффективность обработки, и срок хранения наших плодов будет еще выше. Если не боитесь так сильно химии, панически, у нас вы можете добавить еще 10 таблеток фуроцелина. То есть на 1 литр по одной таблетке фуроцелина. Совместить хлористый кальций и фуроцелин. Все вместе перемешали и окунаем плоды на 15 минут. Подержали 15-20 минут, достали плоды, раствор стек с нашего ящика и загружаем в следующую партию. Плоды пока эти подсохнут, мы можем весь обработать. Тем более у нас же объемы не производственные. У нас нету тонн плодов, поэтому способ для небольшого количества плодов очень приемлемый. Почему? Потому что очень уделяется срок хранения и, соответственно, срок потребления плодов. А все эти вещества легко смываются под струей горячей воды из крана. Помыли горячей водой из крана тепленькой, все это смывается, и в наш организм это поступать не будет. Значит, укладываем, поняли, что укладываем, значит, только один рад и обязательно перестилаем. Если мы будем плоды, вот ложить, как в этой бананке, так вот хаотично, значит, в этом случае плоды будут загнивать и будут загнивать гораздо быстрее. Ну и далее по температурным режимам. Давайте разбираться с температурными режимами, как хранятся. Ну, во-первых, все плоды очень любят влагу. Там, где они хранятся, в хранилище, значит, температура для яблок составляет плюс 2, плюс 4 градуса, а для груш плюс 10, плюс 12. Помните, что груши требуют более высоких температур. Для того, чтобы наши плоды не смарщивались во время хранения, ну и дольше сохраняли свой товарный вид, мы ставим какие-то ведра с водой. Ставим ведра с водой, как бы атмосфера насыщается, и наши плоды не будут увядаться. Обработка кальцием поможет тому, что не будет горкой ямчатости, так называемой, в плодах. Вот. Поэтому, когда выбираете ящики для закладки плодов, помните, что такой деревянный ящик, например, он хороший, если помещение сухое, если нету влаги. В сыром помещении на досочках начинает появляться плесь, она портит наши плоды. В этом случае лучше воспользоваться пластмассовыми емкостями. Пластмассовые емкости более такие надежные, на них микробы не заводятся. Так что сохраняя, вот используя такие простые приемы, вроде бы, все несложное, правильно снять плоды, правильно обработать плоды, охладить плоды, закладка на хране, уложить в один рат, правильно уложить, перенести в хранилище, обеспечить влажную атмосферу. Для наших, это может быть не только ведра, мы можем родить мокрые трапки где-то в нашем подвале. Поверьте, что посмотрите, ваши плоды будут сочны, как только что снятое из дерева. Вот, воспользуйтесь этими способами и кушайте весь сезон свежие плоды со своего участка. Вам хорошего сохранности плодов и наслаждения от этой работы. Смотрите наш YouTube канал, подписывайтесь. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok